Добрый вечер, дорогие зрители. Как всегда, на две аудитории. Давайте сегодня поговорим о том, какую выработать политику в своём собственном поведении, когда ты полностью запутался в питании, когда ты не понимаешь вообще, во что ты упёрся, и ты видишь, что происходят какие-то метания вообще в этой теме, в теме еды, но эти метания не приносят никакого успеха. То есть ты чего-то ищешь, ты чего-то пробуешь, ты куда-то там чего-то дёргаешься, но ВОЗ стоит ныне там, твои потуги не приносят тебе никаких хороших результатов. Дайте мне обратную связь, всё ли в порядке у нас со звуком, хорошо ли слышно, нормально ли видно, потому что запись уже пошла, но чтобы я понимала, что в Телеграмм дайте обратную связь, всё ли слышно. Спасибо. Я сегодня хочу с вами говорить, знаете, даже не столько как специалист, будем уже называть вещи своими именами, специалист в области естественного питания, не столько как доктор натуропатии, а сколько просто как человек, который в принципе прошёл вот всё то же самое, что сейчас проходит многие из вас. Ведь вот эта тема, которую подняла моя подписчица, что она вообще не понимает уже, как там чего сочетать, сколько ей нужно жиров, белков и углеводов, чтобы питание было здоровым, и как бы она там не пыталась стремиться к каким-то нормам этих белков, жиров и углеводов здоровья не прибавляется. В принципе, я же тоже шла этим путём, и я начинала как человек традиционно питающийся, и как человек, который самостоятельно начал разбираться в этой теме. И я прошла вот ровно те же самые, ну вот эти вот сомнения всякие, и это было 2016 год, началось всё с изучения натуропатии, но потом, как человек сомневающийся, я тоже начала бросаться в разные направления. То есть сначала, когда я попробовала натуропатию, я попробовала метод Марва-Аганян, я попробовала идти на фруктоедение, на сыроедение. Мне всё понравилось, и я тогда думала, что это питание останется у меня навсегда. Но вы помните, да, что прошло какое-то время, и я поняла, что нет, это не подходит. То есть я не могу быть, вот в данный момент, в данное время, я не могу быть никаким ни фруктоидом, ни сыроидом, потому что просто очень хочется мяса. Я тогда пошла дальше исследовать эту тему, и я решила таки всё-таки закончить школу диетологов России. На тот момент это было, наверное, единственный формат обучения, который был мне по карману. Это было не очень дорого, но у меня и денег на тот момент не было. И всё-таки мне очень хотелось вот в эту тему углубиться и что-то там поизучать. Я пошла в эту школу, я получила сертификат сертификат консультанта-диетолога и нутрициолога. И будете смеяться, но я начала свою практику в 2017 году как консультант-диетолог. То есть я тоже прописывала БЖУ, я прописывала калории, я считала вот эти нормы, я там высчитывала всё по этим формулам, ровно так, как нас учили вот в этой школе диетологов России. И я вот это делала, и вот честно говорю, я сама себя спрашивала, вообще, Баяц, что ты делаешь? Ну вот что ты делаешь, зачем ты так себя ведёшь нечестно перед людьми, перед самой собой? Ведь ты же достигла результатов не благодаря вот этому подсчёту калорий и БЖУ, ты же за счёт другого достигла результатов, ты же пришла к своей хорошей форме и к своему более здоровому состоянию за счёт методов натуропатии, ты же занималась условным голоданием, ты же переходила на фруктоедение, на сыроедение, зачем ты людям морочишь голову вот этими БЖУ и калориями? И я буквально несколько месяцев, наверное, вот прозанималась этим делом, и потом я сказала, что да, я не хочу, мне это вообще как бы не близко, и на тот момент я уже начала изучать и другие виды питания, и читала всякие книги, и научную литературу, и популярную литературу, в общем, много всяких книг, всяких авторов, слушала и докторов, прямо в прямом смысле от медицины докторов, что они там вещают про питание, слушала и альтернативных докторов, и много кого слушала, и каждый раз, когда я слушала очередного эксперта, у меня каждый раз вот в голове возникала вот эта самая мысль, что, боже мой, да где же истина? Ну да где же истина? Вот у Марвы огоня на дно, вот этот доктор советует другое, а этот вообще третий говорит, а там вообще какая-то кето диета, а там средиземноморская, и так далее, и так далее. Вот я путалась, путалась, но знаете что, честно скажу, вот эта путаница, она в моей голове была недолго. Мне как-то, наверное, помогло какое-то чутье мое, что ли, или интуицию я свою послушала, и я потом, когда уже окончательно я запуталась во всем, я сказала, все, я больше никого не слушаю, я слушаю только саму себе. И вот, наверное, с того момента я обрела уверенность, и когда я поняла, что я пойду своим путем, я буду слушать свое тело, и буду действовать так, как я хочу, с одной стороны, а с другой стороны, так, как я считаю нужным, так, как я считаю нужным и полезным для моего тела, для моего организма. И вот, как-то так, методом проб и ошибок, методом тыков туда и сюда, я все равно опять вернулась в натуропатию. То есть, вот эта наука, наука о естественном оздоровлении, она, видимо, потому, что я получила очень хорошие результаты сразу благодаря этой науке, благодаря вот этим практикам оздоровления натуропатическим, то есть основанным на естественности, основанным на природном происхождении человека. Вот благодаря тому, что я получила очень хорошие результаты, видимо, эта практика все-таки оказалась выигрышной в моем выборе. И я опять вернулась к ней. И когда я вернулась к ней, я поняла, что надо учиться дальше в этой области, что недостаточно быть просто практиком, нужно все-таки быть еще и теоретиком. Нужно изучать теорию, нужно какие-то, наверное, законы, правила изучать, потому что натуропатия, это не новая наука, она довольно старая. И я так поняла, что там тоже существуют какие-то свои законные правила. Именно поэтому я пошла и закончила институт натуропатии, о чем я, конечно, ни разу не пожалела. Потому что, когда я в нем училась, там тоже присутствовал некий такой большой ассортимент. То есть там не предлагалась какая-то одна узкая тема, а там предлагался широкий ассортимент к изучению. И это были самые разные сферы. То есть это и нутрициология, опять же, была, и диетология, и там много-много всего. Что вообще нужно знать человеку, который решил заниматься оздоровлением людей, не только себя, но и оздоровлением людей. Таким образом, я поняла, что когда ты хочешь что-то такое сделать для своего здоровья, неважно в какой сфере, там, сфере питания, или в сфере физических нагрузок, или там, сфере очищения, применения эфирных масел, применения каких-нибудь там трав и так далее. Вот в любом случае, если ты просто шаришь по верхам, да, по верхам в питании, где-то там чего-то услышал, по верхам в очищении, где-то чего-то там, ничего не получится. Ничего хорошего не получится. Всё нужно изучать. Вот. Во всём нужны глубокие знания. Поэтому вот эта ситуация, к которой пришла наша подписчица, да, которая запуталась в белках, жирах и углеводах, которая не понимает, что делать, эта ситуация, она повторяется сплошь и рядом. Почему? Потому что люди больные – это раз, потому что люди хотят быть здоровыми – это два, и потому что людей никто на самом деле не учит по-хорошему, как им найти вот это здоровье, а загружают каким-то совершенно взятыми, откуда-то, непонятно, какими-то теориями, которые искусственно слеплены на коленке. И вот сейчас я хочу прямо вот вернуться, да, вот к этому сообщению, в котором женщина написала, что необходимо соблюдать определенные нормы белков, для того, чтобы быть здоровым, но она боится перебрать с ними. То есть она пишет, что ну вот с нормами углеводов и жиров мне понятно, а вот с нормами белка мне тяжело разобраться. Я боюсь перебрать, я боюсь переесть этих бобовых и так далее. И вот это вот самый первый момент, вот это первое, да, прям поставьте себе точку или там цифру 1 себе в голове, что самый первый момент, самое первое большое заблуждение, и то, что взяты откуда-то, да, и слеплены на коленке, это вот этот самый миф о том, что нам нужна какая-то норма белка. Когда у людей спрашиваешь, зачем вам белок, очень многие даже не понимают, что отвечать. и самый распространенный ответ, я думаю, и каждый из вас сейчас скажет, что нам нужен строительный материал. Ну, сто пудов, я уверена. Вот каждый сейчас ответит, да, что белок нужен для того, чтобы был строительный материал. И на самом деле никто, наверное, вообще не представляет, что это за строительный материал. Что строить, господа? Вообще, что вы собираетесь строить с помощью мяса, рыбы, творога? Что вы будете строить? Ну, люди обычно отвечают, как? Ну, как же? Белок участвует в росте клеток, в строительстве росте клеток. Ну, вот, если вы пойдете куда-нибудь там, поизучаете биохимию человека, ну, или что-нибудь там, какую-нибудь цитологию, науку о клетках, о том, как они растут, размножаются, разрушаются, умирают, то вы обнаружите такую вещь, что на самом деле рост клеток обусловлен нормальным обменом веществ всего лишь. То есть, чем более он нормальный, быстрый, качественный обмен веществ, да, метаболизм, по-другому говоря, тем лучше идет рост строительства клеток. И, соответственно, если обмен веществ нормальный, то клетки, которые заканчиваются в свой жизненный цикл, они отмирают и благополучно выводятся из организма, потому что обмен веществ нормальный, да. То есть, есть процессы усвоения, есть процессы выведения, и они один сменяют другой, они идут с нормальной скоростью, и ничто не задерживается. И в то же самое время, если процесс обмена веществ нормальный, то на смену умершим клеткам и выведенным очень быстро вырастают новые клетки. И так происходит жизнедеятельность человека. То есть, клетки растут, размножаются, и все это происходит за счет нормального метаболизма. Вот скажите мне, пожалуйста, тогда при чем здесь вообще мясо и нормальный обмен веществ? Ну, или, будем так говорить, белок, да? При чем здесь белок и нормальный обмен веществ? Это, ну, как бы, оно не имеет вообще отношения одно к другому. Обмен веществ зависит в общем целом от функционирования пищеварительной системы. А поскольку мы питаемся же, мы не одним белком питаемся, правильно? У нас же много всякой еды, и жиры, и углеводы, и клетчатка, и, ну, вот сейчас позже поговорим об этом. То при чем здесь белок и обмен веществ? Ну, вообще, вот притянуты за уши. Поэтому вы можете расслабиться, совершенно не успокоиться насчет белка. Не нужны никакие нормы белка, потому что второй момент, запоминайте второй момент важный, потому что белки, жиры и углеводы присутствуют, в принципе, практически в любой еде. Вот возьмите, загуглите капуста, вы там найдете белки, жиры и углеводы. Загуглите морковь, белки, жиры и углеводы. Да, составы будут разные в процентном соотношении, но все там присутствует. Яйца, белки, жиры и углеводы. Рыба, белки, жиры и углеводы. И вот какой бы продукт вы ни взяли, кукурузу, горошек, клубнику, черешню, там, сметану, все что угодно, любой продукт, практически любой продукт содержит белки, жиры и углеводы. Это составляющие продуктов. И когда вы лезете вот в этот расклад белки, жиры и углеводы и пытаетесь что-то там себе составить, какой-то рацион с точки зрения белков, жиров и углеводов, вы просто молотите в пустую, вот как это, ведряная мельница там стоит, что-то там перемалывает. И это вообще не имеет отношения никакого к вашему здоровому питанию. Белки, жиры и углеводы. Это просто притянуто за уши. То есть это какой-то навязанный вам вообще какой-то непонятный вообще ход. Скажем, человек, которого мы называем первобытным, он вряд ли думал про белки, жиры и углеводы. Он думал о том, где ему взять еду. Потому что он хотел кушать, ему нужно было найти себе еду. Где он находил еду? В окружающей природе, в окружающей среде. То есть что-то там, что растет, он кушал, да? И то, что бегает вокруг него или плавает, или летает, он тоже это кушал. То есть он кушал животную и растительную еду. И он насыщался тем, что было ему легче взять, что диктовало ему его внутренняя потребность, что диктовало ему возможность или время года. ну или что-то там еще, Или его силы и возможности в конце концов. То есть он питался тем, что он видел, но при этом никто не считал никакие ни белки, ни жиры, ни углеводы. Это просто притянуто за уши. Или возьмите, например, детей. Детей. Как питаются дети? Они просто хотят кушать и они просто что-то просят, да? То, что они видят. И они тянутся к тому, что можно взять в рот. Они же не высчитывают белки, жиры и углеводы. Если представить себя, что вы вечный ребенок, то есть вас никто не учил этому, вам никто в башку не вбивал вот эту теорию про белки, жиры и углеводы, то вы так и будете жить вечным ребенком, счастливым, таким счастливым ребенком, который будет питаться тем, что он видит вокруг себя. и вы не будете ущербным. Если вы будете питаться тем, что вы видите вокруг себя и просто чувствовать насыщение либо ненасыщение, да? Я думаю, что каждый человек прекрасно осознает, что он хочет в данный момент. Хочет ли он клубнику сорвать, да? Хочет ли он капусты или хочет он яиц или он хочет масла или он хочет сметаны либо он хочет мясо и сок? Это всегда очень понятно, что вы в данный момент хотите. И вот что вы хотите, вы то идете и берете. И зачем вам считать вот это? Когда в каждой еде это есть. То есть смотрите, в чем суть-то. Третий момент. Себе поставьте ту же галочку. Третий момент. За усвоение белков, жиров и углеводов отвечает ваш кишечник, ваша микрофлора. И у вас есть специальные ферменты, которые выделяются поджелучной железой и они расщепляют белки, жиры и углеводы. То есть без вас, за вас все давно решено Господом Богом и Творцом. Без вас прекрасно знают, какие вам ферменты нужно выделять для расщепления белков, жиров и углеводов. Сколько ферментов, сколько желчи, сколько желудочного сока. Это все без вас знают. Вы же не подсчитываете на калькуляторе, сколько вам нужно выделить сока, желчи, ферментов. Это делает все за вас. То же самое и расклад по БЖУ. Это не имеет никакого значения, потому что БЖУ содержится в любых продуктах. Когда вы кушаете капусту, вы кушаете БЖУ. Когда вы кушаете орехи, вы кушаете БЖУ. Едите шашлык, вы тоже кушаете БЖУ. У вас везде есть БЖУ. То есть белки, жиры и углеводы. И не надо париться по этому поводу, что там в этом продукте есть. Там есть все. В любом продукте есть все. И внимание, если у вас микрофлора, ваша кишечная в порядке, если у вас с кишечником все в порядке, если у вас там все летает, ничего не задерживается, у вас нормальный обмен веществ, который достигается благодаря чистоте кишечника и тонкого, и толстого, то у вас все в порядке и с ростом клеток, и со строительным материалом, и с аминокислотами, и с фетанинами. И даже если вы не будете ничего считать, у вас все прекрасно будет усваиваться, потому что за это отвечает кишечник. Поэтому главное все-таки это следить за чистотой вашего питания и за чистотой вашего кишечника. И вот теперь переходим к следующему важному моменту, но это уже четвертый момент будет такой опорный. Это вот именно как же все-таки следить за чистотой кишечника. И вот сейчас я вам хочу показать рисунок. Наверняка вы все помните, когда изучали, ну что-нибудь там изучали связанное с питанием, помните пирамиду, которую нам показывали на каком-то уроке, не помню, вот по-моему всем видно, да, пирамида, так сказать, здорового питания или пирамида правильного питания. Я даже так и пометила себе ПП и ЗП. Ну, правильное питание, здоровое питание. Вот что лежало на первом этаже этой пирамиды. Если бы сейчас вы были в живом зале, вы бы сейчас мне хором закричали злаки и правильно. Это правильный ответ, потому что в той пирамиде, которую нас учили раньше, как это правильное питание, лежали злаки. Это были крупы, хлеб, какие-то всякие там другие мучные изделия, макароны, картофель, потому что это все крахмалы. И вот этот первый этаж, как вы понимаете, это основной этаж пирамиды, то есть это база питания отводилась к крахмалам. Чему отводился второй этаж? Второй этаж был поделен на две части и одна часть отводилась овощам, а другая часть отводилась фруктам. Третий этаж, который поменьше, отводился мясу, букву М ставлю, и четвертый, самый маленький этаж отводился жирам, ставлю букву Ж. Но под мясом, я думаю, вы понимаете, что там не только мясо, там животный белок, то есть это животная еда. Это рыба, это какие-то там молочные продукты, молоко, сыр, творог и так далее. То есть вот эта вот пирамида, это есть пирамида прошлого времени, пирамида так называемого здорового питания, которое я поставила бы в кавычки. И вот благодаря вот этой вот уродской пирамиде, в которую на первый этаж поставили злаки, люди стали сильно переедать по части крахмалов. Ну, все же сюда упирались же, хлеб всему голова, щида каши, пища наша. Вот тут под злаками я бы поставила другое название, я бы назвала это крахмалы. Потому что группа крахмалов это самая большая группа в современном питании. Почему? Потому что едят люди много хлеба, много этих самых круп, ну, всяких там гарниров, много макарон. И вообще люди едят все вареное. Абсолютно все. И капусту варят, и свеклу варят, и морковь варят, жарят, парят, запекают. Помидоры, баклажаны, перцы все варят, жарят, парят, запекают. Кругом одна термически приготовленная еда. Так вот вся вареная еда, это все крахмалы. И вот теперь представьте, что те, кто на традиционном питании, они питаются сплошь вареной едой, то есть крахмалами, плюс они едят там некоторое количество сырых овощей и фруктов, это вот сырые овощи, плюс какое-то количество животного белка, плюс небольшое количество жиров, но при всем при этом у них все-таки преобладают крахмалы. Что происходит с крахмалами, кишечники? Крахмалы в кишечнике превращаются в клейстер. Я говорила об этом и на прошлом, и на позапрошлом, и на позапозапрошлом вебинарах. Я буду говорить об этом всегда, чтобы вы это запомнили очень прочно. Все вареные блюда, все крахмалы, все мучные, картофелиные, все ваши блины и прочее, они все превращаются в клейстер, потому что крахмалы так устроены, что в теплом и влажном помещении, коим является желудочно-кишечный тракт, они превращаются в клейстер, то есть клей. И вот этот самый клей, эти крахмалы, они просто заклеивают стенки тонкого кишечника, который имеет варсинчатую структуру, и в результате вот такого загрязнения тотального у вас портится обмен веществ. Почему? Потому что усвоение питательных веществ происходит через стенки тонкого кишечника, а он у вас грязный, он у вас, все его варсинки залеплены вот этим клеем, слизью, которая там еще и гниет, и бродит, и вы, получается, что вы кушаете и белки, и жиры, и углеводы, и вы их и так, и эдак, и вы там нормы белка выбираете, и всякие там себе даете добавочки, а толку ноль, потому что стенки кишечника грязные, и они не пропускают питательные вещества в кровь, и после этого вы удивляетесь, вроде бы питаюсь нормально, а что-то железо низкое, кальция не хватает, еще чего-то там не хватает, хрома не хватает, у меня дефицит там по еще по белку там и по жирам и все у меня в дефиците и анализы у меня плохие, а что же так, откуда это все берется, а это все отсюда, вот из этой вот пирамиды неправильной, давайте теперь все-таки посмотрим, какая же пирамида будет правильной, а правильной будет пирамида естественного питания, вот она пониже, я ее назвала, ЕП, естественное питание, естественном питании на первом этаже лежат овощи и фрукты в сыром виде, потому что это самая естественная еда, это та самая еда, которая находится в окружении человека, находилась в окружении первобытного человека, это наши проблемы, что мы сделали свою жизнь слишком цивилизованной и слишком далеко отдалились от природы, это просто наши проблемы, мы просто себе нажили проблем на свою шею, потому что мы перестали есть сырые овощи и фрукты, и мы используем их только как аксессуары, красивое дополнение к обеду, веточку укропчика положить на тарелку шашлыка, половинку, дольку, какую-то там помидорчика положить, рядом с большой тарелкой вечки и котлеты, и вот это мы называем, мы кушаем овощи, это полная фигня, а не поедание овощей, это вообще ни к селу, ни к городу, и толку от такого поедания овощей и фруктов нет, потому что вы только устраиваете себе брожение в ваших кишечниках, когда вы вместе с крахмалами едите помидорчики, а после картошки вы едите яблочки, виноградик, вы там наслаиваете все друг на друга, и получаете опять брожение, и опять все это клейстер, и опять все это грязные кишки, и опять у вас ничего не усваивается. Второй этаж в естественном питании это незаслуженно забытые и оскорбленные жиры, которые вынесли на четвертый этаж, на мансарду вообще выпихнули просто, но это полный бред, и этот бред тоже пришел как маркетинговый ход, потому что помните, да, пришла безжировая диета, когда все бросились там кушать все обезжиренное, что в итоге получили больную нацию вообще, больную цивилизацию. В итоге из-за нехватки жиров у людей вообще портились совершенно сосуды, возникали холестериновые бляшки, потому что в отсутствии нормальных жиров ваша печень начинает продуцировать плохие жиры, которые запупоривают сосуды, и вы получаете атеросклероз, инсульты, инфаркты и так далее. Поэтому жиры нужно вернуть и поставить их на почетное место, на второй этаж отвезти им очень много места. Вот именно хорошим жирам. Хорошие жиры это половина растительных и половина животных. К растительным мы относим хорошие масла сыродавленные, какие-то семена, например, тыквенные семена, семена льна, очень хороший жир, кунжутные семена, очень хороший жир. А к животным жирам мы относим настоящие животные жиры. Свиное сало, бараний жир, рыбный жир, сливочное масло, настоящая натуральная сметана, жирные сливки. Вот это все хорошие жиры. Без хороших жиров невозможен нормальный обмен веществ. Вот в чем суть. Поэтому когда вы думаете о том, чтобы ваши клетки росли и у вас был нормальный обмен веществ, думайте не о белке, а о жирах в первую очередь. Вот кто отвечает за усвоение, за нормальное функционирование толстого кишечника, за дыхательную систему, за кожные покровы, за работу мозга, это жиры. И я очень рада, что я познакомилась с кетодиетой, хотя я не разделяю полностью ее взгляды, потому что они незаслуженно оскорбили и унизили фрукты. Фрукты этого не заслуживают, такого унижения. Они их просто вычеркнули. Но они молодцы в том, что они убрали крахмалы и воспели хвалу жирам. Вот за это я их уважаю. Поднимаемся на третий этаж, что там? А вот туда я отправлю мясо. Ну, под мясом я все-таки предпочитала бы говорить, что это животный белок, но легкий. Под легким животным белком я имею ввиду яйца, рыбу, какие-то рыбные продукты, морепродукты, ну, мясо в том числе, но упору я бы не стала на мясо животных. Все-таки организму легче справляться с легким животным белком. Возможно, где-то сыр, где-то творог, ну, короче, всего понемножку. И что же у нас на четвертом этаже нашей пирамиды естественного питания? Ну, вы знаете, четвертый этаж я оставляю, в принципе, как компромиссный, как вынужденный вариант. На самом деле, его можно было бы вообще оставить пустым, ничем не заполнять, но я понимаю, что для современного человека это невозможно. невозможно. И я поставила на четвертый этаж. Ну, как, давайте назовем это крахмалами, да, поставлю букву К. Потому что все равно мы будем есть супчики, все равно мы будем есть гречку, все равно мы будем где-то есть какие-то там бобовые, вареные, да, ну, короче, мы будем есть вареную еду. и при том, что этой вареной еды будет совсем минимальное количество, ну, вот так, на чердачке немножко, да, она, в принципе, не сможет вот этим коварным образом испортить состояние вашего кишечника. Потому что у вас будет на первом этаже большое количество сырой клетчатки, а это очень хорошее средство для очищения кишечника. У вас будет достаточное количество хороших жиров, а это тоже очень хорошее средство и для очищения кишечника, и для обмена веществ, и для функционирования вообще всех ваших жизненно важных систем. У вас будет достаточное количество животного белка, и на самом деле много не надо. Его даже не обязательно есть каждый день, так, между нами, между прочим, так, по особой потребности. И у вас будет все, и витамины, и аминокислоты, и все, что вам нужно. Но при том, что у вас будет вот такая пирамида, у вас не будет загрязнения кишечника. Смотрите, продукты вот все те же самые, да, что в верхней пирамиде, что в нижней. В принципе, все то же самое, но только изменена их пропорция. И получается, что имея одни и те же продукты, но меняя пропорции, мы можем существенным образом влиять на состояние своего кишечника, на состояние обмена веществ, на рост клеток, на свое здоровье, на свою длительную, активную и счастливую жизнь. И это только с помощью правильного пропорционального распределения продуктов в своем рационе. Понимаете, в чем штука? То есть не надо ничего считать, надо просто составить себе вот такую пирамиду и строить свой рацион с учетом нижней пирамиды. А вот эту верхнюю пирамиду вы можете вообще просто вычеркнуть из своей жизни. И просто забыть ее навсегда. Потому что это, в принципе, питание, которое ведет к болезням. к болезням. И вот сейчас приходят ко мне и на марафон приходят, и в индивидуальное сопровождение приходят люди, которые пришли разгребать проблемы, которые они нажили себе с помощью вот этой пирамиды. Они приходят, начинают питаться вот по этой пирамиде, питаются буквально первую неделю, вторую неделю и начинаются озарения. Баечка, да как же так? Да неужели же так все просто? Неужели же так можно? Это оказывается так можно жить? Да это же вкусно! Это же вкусно, фрукты на завтрак. Вот я так питаюсь две недели, у меня энергии прибавилось, у меня голова болеть перестала, у меня сопли перестали течь, у меня там полтора килограмма ушло, я себя легче стала чувствовать, у меня перестали ноги отекать. Понимаете, это всего лишь за какие-то там две недели люди уже начинают на этой пирамиде чувствовать, что вот оно, вот оно заработало. То есть они там 40, 50, 60 лет пытались быть здоровыми вот на этом, а за две недели вот на этой пирамиде они поняли, что они неправильно жили с точки зрения питания. вот такие вот ребята простые истины и считать ничего не надо. Ваш организм за вас все посчитает и когда вы будете питаться вот по этой пирамиде по естественному питанию, вы очень быстро почувствуете изменения в вашем животе и они будут отражаться не только на вашем самочувствии, внешнем виде, но они в первую очередь будут отражаться на ваших хотелках. То есть вам перестанется перестанет хотеть десертов, мучного, блинов, каких-то там непотребностей, колбасы, еще чего-то. У вас рецепторы очень быстро перестроятся. Почему? Потому что организм очень быстро возвращается к своему естественному исходному природному состоянию, в котором он по идее должен был жить всегда, но ему не давали. Он возвращается очень быстро благодаря естественному питанию и начинает давать естественные процессы, естественные потребности. Соответственно перестраивается работа рецепторов. И ваши рецепторы, и ваш мозг, и ваша микрофлора, и все ваше нутро начинает просить другой еды. И вот на марафоне тоже постоянно слышу такие высказывания, что типа о, надо же, неделю не ела мясо, думала помру. Оказывается даже и не хочу. А почему не хочу? А потому что организм устал от того, что вы всю жизнь его пытались ублажить нормами белка, он просто устал его переваривать, потому что люди перебирают с белком, явно самым безобразным образом перебирают этот белок. Организму очень тяжело и с ним разбираться, его усваивать, и поэтому он жутко рад, когда вы сажаете его на временное воздержание от животного белка, запомните это. Я временно сажаю воздержание от животного белка, не на постоянной основе, а всего лишь как пост, как разгрузка, как детокс, как элемент подготовки к условному голоданию. мы отказываемся от животного белка, но никто еще не пострадал, никто еще не умер, никто еще не проклял меня за то, что я им велела отказаться на время от животного белка. У всех хватило запаса, никто не впал в крайнюю степень истощения, а наоборот, люди обрели больше здоровья. Вот такие штуки. Не надо вообще бояться ничего, нужно смело идти в этот путь эксперимента и пробовать на себе вот эту настоящую формулу естественного питания. Ну, поскольку мой марафон уже набрал обороты и набор на него уже был, наверное, пару недель назад закончился, что я могу предложить сейчас? Могу предложить просто свою индивидуальную услугу, тем более вы уже знаете, то, что этот месяц, январь, это последний месяц, осталась вот ровно неделя, когда мою индивидуальную помощь, бессрочное сопровождение можно взять просто на халяву, практически на халяву. С 1 февраля я просто обрубаю напрочеку возможность, потому что я объяснила почему. Ну, потому что люди не понимают, они расслабляются на халяве, они думают, что они все успеют, на самом деле они ничего не успевают и остаются вот при своих интересах. Поэтому, если хотите еще взять эту халяву, то до конца недели принимаю заявки на бессрочное индивидуальное сопровождение в перестройке питания на естественное, в очищении организма с подготовкой, в очищении организма через условное голодание для тех, кто будет готов, для тех, кто не будет готов, другие меры очищения применяем с правильным выходом из условного голодания и с корректировкой вашего естественного питания, с ежедневными отчетами мне в личку о том, как вы питаетесь, как вы какаете, как вы писаете, как вы спите, какое у вас настроение и так далее, а также полная программа по применению эфирных масел в вашем пути оздоровления, и все это на халяву, буквально просто за регистрацию Дортера на базовый набор эфирных масел, все, и больше ничего, а с 1 февраля это все обрубится, и будут следующие условия, вот просто ради интереса, послушайте, какие будут условия, чтобы вы понимали разницу, с 1 февраля за регистрацию и базовый набор человек будет иметь уже не бессрочное сопровождение, а всего лишь один месяц работы сома, и вот как он хочет, так он и будет выкручиваться за этот месяц, если он захочет пойти на следующий месяц, ему нужно будет заплатить абонентскую плату в размере 10 тысяч рублей, и так каждый месяц, и я знаю, точно, что срабатывает парадокс, когда человек платит, он делает, когда он не платит, он ни хрена не делает, поэтому остается применить вот этот метод жесткий к тем, кто ленивый, и с 1 февраля это будет так, но до 1 февраля это будут все еще старые условия, поэтому желающие могут написать мне в директ, пройти по ссылке, которую я поставила в шапке профиля, посмотреть, что это за работа со мной в индивидуальном сопровождении, и сделать свой выбор, но выбор нужно делать быстро, потому что больше 5 человек я не возьму, все, на этом все. Что я думаю по поводу того, можно ли за месяц все освоить, я думаю, да, если человек действительно замотивирован на то, чтобы поправить свое здоровье, а именно с этим запросом приходят люди, я думаю, что абсолютно реально за месяц освоить все, тем более, что все знания уже систематизированы и даны просто вот в большом курсе, в котором 30 уроков, и это ровно по одному уроку на месяц. Это все можно освоить, тем более в формате переписки со мной в ВИЧ-ку это все можно освоить вообще намного быстрее, и все это лучше разложится по полочкам. Ну, я думаю, что я помогла вот этой подписчице, которая запуталась, помогла ей понять, в чем была ее ошибка, в том, что она пыталась искусственно все притянуть за уши, а не слушала себя, и хочу обратиться к вам, чтобы вы все-таки доверяли больше себе ни формулам, ни вот этим процентам, подсчетам, калорий и так далее. Доверяйте себе и помните, что вы родом из первобытного человека, и что по замыслу творца мы, люди, должны были питаться той пищей, которая нас окружает. И если вы обратите внимание на эту пирамиду, если мы не будем рассматривать этот верхний этаж, маленький, но мы договорились, что это компромиссно, то вот эта вся еда, первый, второй и третий этаж, это все, что есть в природе. Есть овощи, фрукты, есть жиры, есть птички, курочки, рыбка, яички. Все у нас есть, только брать и использовать для своего здоровья. Ну, отвечу на вопросы, если они есть. Ну, вот, пишут, что я доходчиво объяснила, я очень рада, что я доходчиво. Овощи в сыром виде или можно тушить? Ребята, тушите ради Бога, но вы должны при этом понимать, что овощи, которые вы потушили, они перестали быть овощами, они превратились в крахмалы, и мы их на четвертый этаж, то есть туда, где небольшое совершенно количество вот этой пищи крахмалистой, которой на самом деле она, в ней пользы вообще уже очень-очень мало, мизер, просто по сравнению с первым этажом, с сырой растительной пищей, ну и с мясом, и с жирами, в вареной еде, там супы, эти каши, там мало пользы, там крахмал, там клейстер, нет, я согласна, что это углеводы, углеводы нам тоже нужны, и потому что из них глюкоза, потому что глюкоза – это энергия клеток, это все нужно, я согласна, поэтому я ставлю на четвертом этаже вот эти крахмалы как компромисс, но если вы кушаете свеклу в сыром виде, например, кстати, между прочим, это очень вкусно, вот если вы не пробовали, потрите свеклу на крупной терке, посолите какой-нибудь вкусной солью, полейте хорошим растительным маслом и просто кушайте эту свеклу просто как еду, вы просто обалдете, насколько это вкусно, зачем ее варить, зачем ее запекать, она очень вкусная в сыром виде и пользы в ней в разы, в десятки, в сотни раз больше в сырой свекле, чем в вареной, в вареной там вообще уже ничего не остается, только цвет один, бордовый, вот, поэтому сырые овощи это одна пища, первый этаж, а вареные овощи это другая пища, это четвертый этаж, если гречку запаривать, она все равно превращается в крахмал ну просто она может быть будет чуть менее крахмалистой, чем вареная, но она все равно будет крахмалом, хоть парить, хоть варить, одно и то же, я не против гречки, поймите, я и сама ее тоже иногда ем, но не каждый день явно, я может ее раз в два месяца ем, ну вот как-то так, мне больше не хочется, и я просто ее варю, я просто туда кладу огромный кусок сливочного масла и просто ем гречку со сливочным маслом, когда мне хочется, то есть это нормально, гречка, вы можете варить ее, совершенно не обязательно запаривать, можете запаривать, можете варить, но просто не надо ее кушать много, и не надо ее кушать с мясом, а кушать ее как самостоятельное блюдо, так, ну я про гречку уже ответила, что она одно и то же, ну вот пожалуйста, что прям очень нравится, что я разжевываю все, я стараюсь, чтобы у вас все хорошо переварилось, поэтому я тщательно все разжевываю, так, куда отнести бобовые, нот, чечевица, в какое время их можно есть, так, бобовые, нот, чечевица, это все, у нас, ну, разряд бобовых, это, мы их едим, естественно, ну, я думаю, что в вареном виде, да, ну, сыром, я не знаю, как это, невкусно, наверное, да и тяжело, но, мы едим в вареном виде, соответственно, это крахмалистая еда, это крахмалы, мы их туда, на четвертый этаж, да, мы их едим, но немного, без фанатизма, и ни с чем не сочетаем, кроме жиров, вот, а в какое время, ну, это тяжелая довольно-таки еда, поэтому, я бы, наверное, ее куда-нибудь на обед поставила, вот так, то есть, не на завтрак, и не на ужин, а вот на обед, можно ли провести эфир по вашему меню рецепты, ну, в принципе, интересная затея, ну, давайте, я тогда, нужно будет мне подготовиться, и составить, мои рецепты, что я обычно ем, на самом деле, их не очень много, я ем примерно одно и то же, но, я постараюсь, сделаю такой эфир, и, попробуем провести, так, что лучше есть на завтрак, обед, ужин, нарушена флора кишечника, на этом фоне, проблемы женские, ну, это, такой вопрос, сложно, так, прям, слёту ответить, что, потому что, если микрофлора кишечника нарушена, то непонятно, как он будет относиться к той или иной еде, это нужно пробовать, и смотреть на реакцию, вот, например, у меня на марафоне люди кушают по утрам фрукты, то есть, они кушают до обеда фрукты, в любом исполнении, просто фрукты, фруктовые салаты, фруктовые смузи, там, зелёные коктейли, и, в основном, большинству это хорошо заходит, так же, как и мне, но, есть люди, у которых, мало ферментов, или вообще отсутствуют ферменты, для усвоения фруктозы, и если такие люди есть, то у них будет неблагополучие в желудке и кишечнике, вот, на таком утреннем поедании фруктов, поэтому здесь нужно просто пробовать, смотреть, если заходит хорошо фрукты до обеда, значит, ура, значит, не всё так плохо у вас, и, значит, ну, можно это практиковать, в обед я бы там съела какой-нибудь, наверное, кусок животного белка с овощным салатом, а на ужин, можно было бы что-нибудь там, или салатик, или что-нибудь варёное, какой-нибудь супчик, но это всё очень-очень относительно, потому что, всё будет зависеть от того, как организм будет это воспринимать, но вот мясо точно я бы не стала кушать на ужин, потому что слишком мало времени остаётся для его расщепления, вот, поэтому если уж есть животный белок, то, ну, да, мясо, рыба, и так далее, то где-нибудь в обед сочетание с сыром, овощным салатом, вот, ну, и если вы в обед поели что-то варёное, предположим, съели тыквенный суп, или поели гречку, ну, или что там, картофель, может быть, поели, да, то вот уже после этого приёма пищи, фрукты есть я больше не рекомендую, потому что фрукты, на крахмалы, это брожение, брожение, это опять нарушенный флор кишечника, и соответственно проблемы, вот, приходите в индивидуальное сопровождение, составлю индивидуальную программу, кстати, я не сказала, да, как я это провожу индивидуально, но кроме того, что я открываю человеку доступ к базе знаний по питанию, по очищению, доступ к базе знаний по эфирным маслам, составляю индивидуальную программу на основе большой анкеты, и на основе большой консультации, то есть человек сначала заполняет анкету с 45 вопросов, я с ней знакомлюсь, мы с человеком встречаемся онлайн, беседуем, ну, знакомимся, да, человек рассказывает там, что, того чего, какие у него цели, какие у него проблемы, и на что нужно обратить внимание, и так далее, и на основе вот этого всего, на основе этой истории болезни, так сказать, я составляю большой план программы человека, на месяц, на два, на три, зависит от того, как он настроен, на какую работу, в этой схеме, в этой программе я расписываю питание, расписываю программу очищения, расписываю терапию эфирными маслами, потому что они всегда нужны, при, в любом случае, да, какими бы ни были, какие ни были проблемы со здоровьем, эфирная терапия нужна всегда, и даже восстановление обмена веществ, тоже вопрос к эфирным маслам, и восстановление нарушенной микрофлоры, кишечника, это тоже вопрос к эфирным маслам, ну, плюс я не веду, питание это одно, очищение это второе, наша составляющая работы, и эфирные масла, это третья составляющая, без которой я просто уже сейчас не работаю, работаю только с эфирными маслами, как инструментом, таким, помощи и поддержки, в переходе на естественное питание, и в очищении организма, замочила гречку, прошло часа три, и она стала как вареная, да, действительно, и на крахмал, все правильно, вот творог на ужин, я бы не советовала, творог это, все-таки, животная пища, и, хотя он уже, как бы, ферментированная такая, да, как бы, частичная пища, но все равно она содержит, молочный белок, который довольно трудно расщепляется, вот, а поскольку ужин, обычно у нас бывает уже где-то, в шесть, после шести, у кого-то даже, там, вообще глубоко, там, да, к ночи, то у вас просто не хватит времени, чтобы расщепить этот белок, и он останется в нерасщепленном виде, а нерасщепленный белок, это очень говарная штука, это страшная штука, потому что, при условии, синдрома, воспаленного кишечника, раздраженного кишечника, синдрома дырявого кишечника, нерасщепленный белок может проникать в кровь, и тогда может возникнуть аутоиммунное заболевание, могут и суставы заболеть, и со щитовидкой проблемой быть, и там, и с поджелудочной железы проблемы, и какая-нибудь аллергия может развиться, там, все что угодно, то есть, это опасное дело, животный белок на ужин, очень, очень не советую, прям вот, категорически. Так, вопрос, утром ем фрукты, грейпфрут, апельсин, яблоко, а потом просыпаться, жутко лететь, что делать? Кушать. Кушать. Ну, вообще, вот эти фрукты, ну, скажем так, когда речь идет о внедрении в свое питание фруктов, то их можно кушать сколько угодно, до того момента, пока вам, вы не проголодаетесь. Вот, покушали вы утром, там, какой-то один вид фруктов, да, вы ждите, пока они у вас провалятся из желудка, и когда проснется голод, спросите себя, что я хочу сейчас, хочу ли я другой фрукт, или я хочу мясо. Если вы не против скушать другой фрукт, поешьте лучше другой фрукт, бананы поешьте, да, они хорошо насыщают. Вот, если вы понимаете, что бананов не хочется, а вот, может быть, поел бы там какой-нибудь авокадо, например, да, с помидоркой, это же тоже фрукт, помидоры это фрукт, огурцы это фрукты, это плоды, но они относятся к категории фруктов. Вот, если бы вы пришли ко мне, вы бы это все знали, но, может быть, вы и так все знаете. Может, вам хорошо салатик с помидором, с авокадо, да, с хорошей порцией жира, поешьте его, насытьтесь, пройдет время, салатик у вас вывалится из желудка, вы снова голодны, снова спросите себя, а что я хочу, хочу ли я мясо, или, может быть, я не против выпить какой-нибудь смузи, или там зеленый коктейль, да, если есть снова там желание, пьете зеленый коктейль. И таким образом у вас может быть и 3, и 4, и 5 приемов фруктов, разных совершенно. И согласитесь, это разные вещи. То ли вы съедаете грейпфрут, то ли вы съедаете фруктовый салат из банана, скажем, помело, киви и сметаны. Это разные вещи. Или вы съедаете смесь стукафруктов, замоченную и перемешанную с разбухшими семенами льна, размолотыми, и у вас такой прям фруктовый десерт, да, и вы там с чашкой какао, например, да, и на ореховом молоке его съедаете. Это такая еда, которая часа 4 точно не захочется есть. Никакого мяса. Понимаете, вы не будьте этими однобокими, не воспринимаете фрукты, как уныло висящее яблоко. Фрукты – это богатейший мир. Ну, короче, договорились, я проведу эфир по поводу моего рациона, что я ем, и тогда вы, наверное, поймёте всё-таки, что фрукты – это не только то, что разжигает аппетит, но ещё и то, что утоляет голод. А сколько стоит индивидуальное питание, не питание индивидуальное, а индивидуальное сопровождение вас в здоровый мир. А вы поднимитесь вот в шапку профиля, там есть ссылочка на моё аккуратовство. И посмотрите, там всё очень подробно написано. А если не поймёте, напишите мне в директ. Но вообще-то всё очень-очень понятно написано. Виноград, бананы говорят, что очень калорийный. Сколько можно в день? Шикарная новость. Виноград и бананы калорийные. Это же прекрасно. Ребята, представляете, как это прекрасно питаться калорийными фруктами. Вот только что я озвучила вопрос. Человек спросил, да, что делать? Я поел грейпфруты, апельсины, я хочу есть. Значит, были не калорийные фрукты. Значит, нужно покушать калорийных фруктов. Бананы, изюм, виноград и всё такое прочее. Это прекрасно, когда фрукты калорийные. Во-первых, вы насыщаетесь, во-вторых, вы питаете свои клетки энергией, достаточное количество энергии, потому что глюкоза, фруктоза. И это здорово. У вас есть энергия для вашего дня. Но, но, если вы поели утром кашу, если вы поели в обед картошку с котлетами, штук пять съели котлет, если вы перекусили ещё булочкой с повидлом и запили чашкой молока, а потом решили поесть ещё винограды или бананы, то вот это я вам категорически не советую делать. Даже не из-за того, что это калорийно, хотя, да, тут точно будет даже слишком сильно калорийно, а просто из-за того, что у вас закрутится в кишечнике гигантский процесс брожения на долго-долго время. И вам потом очень долго расхлёбывают эти печальные последствия. Поэтому мы на естественном питании выбираем, чем мы питаемся. Мы питаемся первым этажом, да, вот этим мы питаемся, а всё остальное у нас идёт в догонку. Вот. И нам не важно, что оно калорийное. Мы очень радуемся, когда у нас фрукты калорийные, потому что других калорий у нас нет. А калории же нам нужны для энергии. Вот мы и получаем калории из фруктов. Так. Чем можно заменить травяной сбор для очищения и погоня? Ну, это уже пошла тема не про эфир. Это я поэтому не буду отвечать. Это отдельная вообще тема. Вот. Давайте уже будем всё-таки тематические вопросы. Так. Ну, ладно. В принципе, мы целый час проговорили. Я, например, довольна. Мне кажется, вы поняли. Если не помню, пишите калорий, пишите директ, вопросы, переходите по ссылке в шапке профиля, переходите, спрашивайте, да, что вам, если заинтересованы в кураторстве, задавайте ваши вопросы на берегу, да, пока мы ещё не, пока вы ещё не приняли решение. Но не тяните долго, потому что 5 человек, в принципе, уже не 5, уже 4, потому что одного я уже взяла. вот, ещё 4 человека и на этом всё. Ну, всё, ребята, спасибо, благодарю вас за внимание. Заканчиваю на сегодня эфир и тогда сделаем следующий эфир уже по моим рецептам, да, договорились. Ну, всё, всем хорошего вечера. Пока-пока, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok